Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы сейчас обратимся к 30-й главе книги пророка Иезекииля. 30-я глава, как и 29-я, включает в себя пророчества и скорбные слова, которые от лица Божьего произносит пророк о судьбе Египта. Египту предстоит быть завоеванному и, в общем, жестоко пострадать, фактически пасть в схватке с Вавилонской, потом Персидской империями. И это падение великое, такой злосчастный день Египта становится темой и причиной нескольких очень скорбных поэтических текстов, часть которых была в начале 29-й, главой часть которых мы видим вот здесь. «Рыдайте, о злосчастный день, ибо близок день, близок день Господень, день мрачный». Тоже, кстати, важный очень поэтический прием, если хотите, или важная идея «Горе желающим дня Господня», для чего вам этот день Господень, он мрак, а не свет, как говорил Бог через пророка Амуса. Вот представление о том, что день посещения, день Господень, это день, когда все недостойное, все замешанное на неправде разрушится, сгорит, так или иначе исчезнет, и это будет весьма и весьма горьким для множества людей. Вот это представление здесь тоже мы наблюдаем с вами в чистом виде. День Господа – день мрачный, потому мрачный, что разваливается, разваливается все, что не на божьей правде построено. Кстати, это относится и к сложным растительным системам, которыми так гордится египетский фараон, и вообще касается земной, экономической, политической, военной мощи государств, в том числе и Египта. И вот снова, как в предыдущей главе, Господь повторяет через пророка, пойдет меч на Египет, и весь объединенный, здесь написано, весь смешанный народ, там, Эфиопия, Ливия, Египта и так далее, все вместе с египтянами падут от меча, и страна будет разграблена. Так говорит Господь, падут под поры Египта, и упадет гордыня могущества его. Ну, слово подпоры, опоры, до некоторой степени может быть рифмой к тому, что говорилось в предыдущей главе, где Бог упрекает Египет за то, что он был ненадежной опорой для Израиля, и таким образом оказывался часто предателем по отношению к народу Божьему. Вот здесь падут под поры Египта, но, может быть, скорее всего, даже и не об этом речь, а о том, что упадет гордыня могущества его. Египет, как и огромное количество других стран после, и некоторое количество до Египта, вот, очень гордятся тем, что они великие державы. Вот по-настоящему прямо гордятся мы, сверхдержава, у нас там... Дальше каждый себе чего-нибудь замечательное приписывает, чаще всего вполне замечательное в самом деле, но упадет гордыня могущества его. Гордыня – это то, что разъедает любое могущество, что делает настоящее реальное могущество и величие пшиком, пустым звуком. И всякая держава, всякая страна, всякий народ, люди, которые замечают за собой вот эту склонность гордиться своим величием, рассказывать, какие они там народ богоносец, великое чего-то. Вот все люди призваны понять, запомнить этот урок. Это всегда, всегда, когда ты гордишься своим величием, всегда ведет тебя к гибели. И, соответственно, страну, которая, опять же, рассказывает себе и окружающим, какая она великая. В этом правиле нет исключений. Просто нет. И Египет тоже не исключение. Упадет гордыня могущества его. И опустеет он среди опустошенных земель. И города его будут среди опустошенных городов. Ну, как и другие земли и города Ближнего Востока в эпохе Вавилонского завоевания. Узнают, что я Господь, когда пошлю огонь на Египет. И тогда положу конец многолюдству Египта рукою на выходоносора царя Вавилонского. И дальше Господь говорит, смотрите, истреблю идолов и уничтожу уже богов в Менфисе. И земли египетской не будет уже властителя. Ну, во-первых, речь идет о идлопоклонстве, о язычестве, о почитании ненастоящих богов, которая, конечно, процветала в Египте. Ну, по крайней мере, так говорит Господь. Истреблю идолов и уничтожу лже-богов. Вообще говоря, на это уйдет весьма и весьма продолжительное время, пока почитание лже-богов не прекратится в Египте. Столетия, столетия. Тем не менее, вот здесь именно таким образом формулируется историческая задача, которую бог перед собой ставит. Уничтожить поклонение всякой дребедине. И еще одно слово, и земли египетской не будет уже властителя. Что в сущности так и есть. Дальше местные династии пресеклись, и в течение весьма длительного времени правили династии чужеземные. Чужеземные. И вот еще несколько поэтических строк об огне и ярости, которые не спосылаются снова на разные египетские города. И померкнет день, когда я сокрушу там ермо Египта. И прекратится в нем гордое могущество его. Ермо. Именно то угнетение, источником которого был и сам Египет. Не только он подвергается этому угнетению, но он и был источником такого угнетения для множества людей. И в том числе и поэтому прекратится гордое могущество его. И Бог произведет над Египтом суд. Дальше Господь говорит Эзекиилю о том, что фараон будет пытаться сопротивляться Вавилонинам, но мышца руки его переломлена. Меч выпадет из руки его, и Россия, и египтян по народам. И узнают, что я Господь, когда меч мой дам в руки царю Вавилонскому. Таким образом, Бог действует вот как. Эзекиилю говорится заранее, что моя воля в победе Вавилона и в сокрушении Египта. И когда это и произойдет, тогда вы узнаете, что я Господь. Тогда вы узнаете, что действительно это я. Таким образом, видите, речь идет о том, что для всех, кто станет свидетелем исполнения пророчества, становится возможным таким образом поверить не столько в пророчество, когда оно исполнится, уже никакой необходимости в него верить не будет. Но узнаете, что я Господь. Вот увидят люди руку Божью, которая за этими историческими событиями. Почему это важно? Потому что израильтянам тоже Бог говорит, и узнаете, что я Господь. Потому что на самом деле сверхзадача чуть не с самого начала книги пророка Эзекииля сказать о том, что это я караю Израиль за его прегрешение, но я его выведу, я его спасу, я его верну, потому что я владыка всей истории. Вот об этом, собственно, и 30-я глава Эзекииля. Субтитры создавал DimaTorzok